Трудовые подвиги этих ребят не пугают. Наоборот, студенты и школьники, собравшиеся на поле в Магаджанском сельском округе, говорят, что сделали свой выбор осознанно. Молодежь трудится над благоустройством и озеленением родного края, возведением жилых домов и важных соцобъектов. Кто-то копается на полях, а иногда ребят отправляют помогать и пожилым людям. На труд ребята в возрасте от 16 до 29 лет тратят несколько часов в день. Их рабочий день длится с 8 утра до 5 часов вечера. В июле отработали 50 человек, в июне 50 человек отработали, в мае работали 100 человек. Здесь студенты университета Баишева из колледжа, перемешанные работы девчата. Основной фронт работы – посадка, прополка. Сорняков убирают, мусор убирают здесь ребята. Заработная плата составляет от 55 до 60 тысяч на руки получают. А у них есть рабочий график? Пятидневка у них с 8 до 5. Сейчас на обед уходят. Охота у нас бывает, что и бывает в очередь приходит записываться на другие потоки ребята. В целом больше ряды, каждым годом увеличивается. По сравнению с прошлым годом, на 127 бойцов в этом году больше. Руководители отрядов говорят, что работа летом не только приучает молодежь к дисциплине и ответственности, но и дает возможность понять, как зарабатываются деньги. С этим полностью согласна и студентка одного из местных вузов Гайни Жамал Куанышала. Девушка в отряде трудится третий сезон, каждое ее утро начинается на чистом воздухе. Здесь, на одном из полей в лесхозе, она вместе со своими ровесниками-бойцами берет в руки лопату, грабли, чтобы увидеть осенью не только результаты своего труда, но и получать положенные 55-60 тысяч тенге. Я работаю не первый год. Здесь работа нетрудная, очень легко. Мы зарабатываем для себя деньги, чтобы себе тратить и родителям помогать, чтобы им не было трудно. А вот под солнцем находиться в течение дня сложно вам? Нет, не сложно. Мы уже привыкли потихоньку. Одеваем кепки, пьем побольше воды. Нам дают по 10 минут, чтобы отдохнуть от солнца. Студенческие трудовые отряды Жасл-Ель начали свою деятельность более 10 лет назад по инициативе президента с целью возрождения движения рабочей молодежи. В этом году количество зеленых бойцов по Октябрьской области составляет 5500 человек. В этом году юных работников поощряют дополнительно. Лучшим дарят путевку в Астану.